МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссеров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Вашегородцева и Мария Руднич. И это программа Кинокайф. Эй, я не поняла, что здесь вообще происходит? Где девочки? Так это, 8 марта под меня просили. 8 марта? Завтра идите занимайтесь своими делами. Ты же говорила, что все прокатит. Да если бы Костя бороду согласился сбрить, прокатила бы. Опять придется все самим делать. Да ладно тебе, мы и так сами всегда эту передачу делаем. Ну, чего ты начинаешь? Я не хочу сегодня сама что-нибудь делать. Я хочу платьишко, я вообще-то девочка. И завтра у меня праздник. Да, тяжело твоему мужу с тобой, тем более в празднике. Ой, с тобой как будто не тяжело. Кто вчера ныл? Давай кого-нибудь попросим программу за нас провести? Это была, между прочим, минутная слабость. Так я независимая женщина. И будь я замужем, я бы была похожа на героиню фильма «Я не знаю, как она это делает» с Сарой Джессикой Паркер. В смысле? Ну там главная героиня Кейт, она просто супер-женщина, успевает воспитывать детей, быть хорошей женой и строить успешную карьеру. Тем более она регулярно попадает в смешные и неловкие ситуации. А это точно про меня. Скорее всего, твоя замужняя жизнь была бы похожа на фильм «Укради мою жену». Там преступники похищают супругу одного богача и уверяют, что она не пострадает. Если он раскошелится, шантажист и не подозревает. Какую восторг эту новость вызовет на другом конце телефонного провода. Ну не правда же. Ну не знаю, если бы тебя от меня похистили, я бы радовалась. Чего? Чего-чего. Трейлеры, говорю, давай смотреть. А, ну это давай. Тем более к 8 марта там наверняка что-нибудь подготовили красивое и про женщину. Фильм, который появится в кинотеатрах уже завтра, между нами и девочками. Лучи и Мария дружат со школой. Они разные настолько, что не могут друг без друга. Лучия правильная и строгая, Мария яркая и позитивная. И в отношениях с мужчинами тоже. Лучия поставила крест на личной жизни после неудачного замужества. А Мария готова пустить в свою постель первого встречного. Все меняется, когда в жизни подруг появляется 19-летний Лука. Картина раскрывает все грани женской дружбы, переворачивая с ног на голову привычный ход вещей. Еще одна новинка проката – российская комедия «Ну здравствуй, Оксана Соколова». Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло. С завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире мужского радио. Как же не отметить такое событие? Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова. Голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт. Илья в панике. Единственный выход – укол в голосовые связки. Только это может спасти ситуацию. И вот ведущие у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отчет. Илья приветствует радиослушателей женским голосом. Став заложником нелепой ситуации, герой идет на все, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс. Ты какая-то странная. Почему на 8 марта нужно смотреть фильмы про женщин? Потому что это женский день. И? Фильмы про женщин. Женский день. Ну давай, давай, улавливай логику. Ира, логика – это не про тебя. В женский день нужно смотреть фильмы про красивых сексуальных мужчин. Девушки смотрят на мужчин. Вот это логично. Ну да, ты права. Тогда я точно знаю, что можно посоветовать прекрасной половине наших зрителей. Фильм. Так, я позволю тебе продолжить. Если в названии фильма не будет слов. Запоминай. Оттенки. Три метра над уровнем чего-нибудь. И где не играет Данил Козловский. Да? Ладно. Тогда можно посмотреть фильм «Супермайк», например. Ну, не звучит ничего так. Про что? Это милая драма о жизни шприц-фигеров. Да где ты находишь такие фильмы? Ты же сама сказала, что нужно на 8 марта смотреть на красивых мужчин. Тем более, что у основы сценария легла биография Ченнинга Татума, который и исполнил главную роль. Кроме Татума в «Супермайке» снялись оскароносец Мэтью МакКонахи, многообещающий молодой актер Алекс Петтифер и профессиональный рестлер Кевин Нэш. Фильм действительно богат на красавцев. Это кино имело большой кассовый успех и стал настоящим кинохитом лета 2012 года. 2012-й это было так давно. Предлагаю в преддверии праздника посмотреть, кто попал в топ самых сексуальных актеров 2017 года. Список, конечно, очень большой, даже и не знаю, с кого начать. Тут и Камберг Бэтч, и Джуд Лоу, и Том Хиддлстон, Тео Джеймс, Генри Кавилл. А из российских Владимир Язович, Антон Хабаров, Илья Глиников, Павел Прилучный. В общем, при выборе фильма смотрите на список актеров. И если вы нашли там фамилии этих прекрасных мужчин, то фильм будет хорошим. Но это не точно. С праздником, милые дамы! Субтитры подогнал «Симон»!